Зарекомендовавший себя интернет-магазин Лавка Орка. Настольные игры, стендовые модели, аэрография и аксессуары. Лучшие цены, накопительные скидки и акции. Доставка по всей России. Всем привет, друзья! Это вторая часть гайда по карте Придгорье. И в этой части я расскажу сценарий игры и позиции для каждого класса техники. Начну с самого простого класса, это ОБТ. Простого, потому что здесь много думать не надо. У вас есть два направления, которые вы должны либо давить, либо защищать. Первое направление, которое мы рассмотрим с нижней базы, это квадраты Е1 и Е2. Если у вас был хороший респ, то вы можете быстро проехать на этот холмик и успеть дать по бортам проезжающим ОБТ с верхней базы. Приехав сюда, у вас будет два сценария игры. Первый сценарий это, если у вас сюда приехало меньше или равное крычество с противником, тогда вам ни в коем случае не стоит переваливаться через этот холмик, а наоборот отстреливаться, пользуясь рельефом, или же даже давать противнику наоборот высовываться из этого холма, чтобы союзники, которые будут стоять на дальних позициях, смогли вас прикрывать. Второй сценарий игры, если у вас сюда приехало много, а судя по миникарте, противников мало. Естественно, вы должны четко понимать, что на другом фланге, скорее всего, ситуация с точностью до наоборот, и в ближайшее время этот фланг сольют. Ну а если вы здесь не прорвете направление, и ваш фланг прорвут там, то вам, скорее всего, жопа. Сложность прорыва этого направления в том, что довольно открытая площадка, хоть и есть укрытие, но тем не менее тебе может прилететь с разных направлений, и противник даже не засветится. Ключ прорыва этого направления – это нулевая линия по берегу, по водичке. Вы можете спокойно проехать, так как это место в низине находится, до самого квадрата А1, прогнать оттуда истребителей и танков, и уже по линии А выдавливать всех, кто там будет. Соответственно, вы также сможете светить вашим союзникам противников, которые уже никуда оттуда не денутся. Далее рассмотрим следующее направление, которое находится на восьмой линии. К квадрате G8 вы либо будете обороняться, либо же оттуда начнется ваша атака. Если вам приходится отступать из квадрата G8, то лучше здесь не задерживаться, так как вы можете получить из центра, а спускаться вот в этом направлении. Здесь вы сможете найти и укрытие, и также будете противников разворачивать бортами под ваших союзников, которые будут вас прикрывать. Если же вас приехало сюда больше, чем противника, и противник не стал поджиматься, вам стоит это сделать самим. Чем быстрее вы подожметесь, тем быстрее вы лишите возможность противника стрелять по вам из инвиза, вы сами будете их светить, а ваши союзники не будут давать им высовываться. Теперь давайте рассмотрим разъезды на ОБТ с верхнего респа. И начнем с направления квадратов E1 и E2. Если вы заметили, что вас поехало на это направление очень мало, то не стоит сразу поджиматься под эти квадраты, так как скорее всего вы уже оттуда не уедете, и на вас просто-напросто вывалятся и заберут. Если вас поехало на это направление мало, то стоит наоборот занять дальние оборонительные позиции, благо таких здесь довольно много, различные бункеры, камни, и уже встречать противника. Если же вас поехало на это направление много и есть кому прикрывать, то, конечно, стоит сразу поджаться под эти холмы, не стоит сильно здесь высовываться, потому что имейте в виду, что вам всегда издалека может прилететь, и также можете вытягивать противников на себя, чтобы работали по ним ваши союзники. Для того, чтобы максимально быстро прорвать это направление, не стоит задерживаться на выездах, а стоит быстро прорваться вот в этом направлении, пользуясь дымами, прикрытием, и упав уже сюда, вы, во-первых, будете в безопасности, по вам не будут стрелять издалека, выездив в небольшой низине, и уже отсюда отстрелить тех, кто находится в другом въезде, и уже потихоньку, потихоньку по первой линии, собственно, продавливать противников дальше. Теперь рассмотрим восьмую линию с верхнего респа, и тут все интересно. Так как ваша УБТ может респануть как на самой базе, в пятом квадрате, так и сразу на восьмой линии, и вам не придется туда даже подниматься. Соответственно, вы сможете по восьмой линии быстро поджаться под противников, квадрат G8, и уже оттуда его напрягать. Но есть один небольшой нюанс, если вы это быстро сделаете в начале боя, а ваши союзники забьют на вас, и поедут куда-нибудь на первую-вторую линию, то вы, скорее всего, уже оттуда не уедете. Если же вы видите, что вас поехало на восьмую линию мало, то, конечно, не стоит поджиматься, а стоит какую-нибудь занять оборонительную позицию, и уже отсюда отыгрывать. С ОБТшками разобрались, теперь посмотрим, что можно сделать на ББМках с нижнего респа. И первый вариант, это можно поехать на квадрат Е2 в начале боя, и, во-первых, пользуясь обзором, высветить всех, кто туда собирается проехать, даже на самые дальние позиции. И еще, если у вас будет ПТУР, то кому-нибудь этот ПТУР присунуть. Вторую позицию, которую вы можете занять в начале боя, на ББМки в квадрате F7. Отсюда вы сможете высвечивать поджавшиеся ББМки, ну и что самое вкусное, ОБТшки, которые будут по ближней дистанции проезжать на первую-вторую линию. Позиция довольно популярная, поэтому в случае засвета сразу же прячьтесь, потому что сюда уже могут быть сведены танки. Третья позиция, которую стоит занять в начале боя, в квадрате F4. С этой позиции вы сможете просвечивать восьмую линию, соответственно, все танки, которые будут с верхнего респа проезжать, поджиматься к вашим танкам, вы сможете их засветить, и если с вами будет стоять какая-нибудь ИТ-шка, или легкий танк, соответственно, и пострелять. ПТУРом здесь тоже можно пострелять, но не всегда успеваешь довести этот ПТУР, пока танк проезжает в этом промежутке. В целом, в начале боя вы должны следить за центром и смотреть по миникарте на передвижение противника. Далее, когда уже будет понятно, кто куда разъехался, у вас будет несколько вариантов развития событий. Вариант первый. Если по первой и второй линии ваши союзники начинают давить, то вы можете поддержать своим светом, прорвавшись по нулевой линии, ну и, собственно, высветив все их истребители и танков, ну и все, кто там будет, тем самым вы сможете дать вашим союзникам более уверенно продвигаться в этом направлении и видеть, кто в них стреляет. Далее, второй вариант. Если по восьмой линии противник к вам не поджался, а остался на своих позициях, то вы можете, опять же, помочь своим светом, вашим союзникам подъехать на восьмую линию и светить, куда, собственно, надо стрелять. Если же противник поджался по всем флангам и начинает вас давить, то, если у вас есть вторые, то вы можете занять оборонительные позиции, которые я покажу далее, и, собственно, принимать этих противников. Либо же, если у вас есть только пулемет, то, прощупав хорошенько центр на наличие противника, можно ворваться прям по центру, через их базу, по ходу убить артиллерию, если таковая будет, и зайти в тыл. Теперь давайте рассмотрим позиции для ББМ с верхнего респа. И все так же первые позиции, которые в начале боя нужно обязательно занимать, находится первая в квадрате Е4, с которой вы сможете просвечивать машины, которые будут проезжать на восьмую линию. Ну и, соответственно, даже будете успевать, если у вас есть птуры, то вдогонку еще и кому-нибудь накинуть птура. Там же в центре, рядом с ангаром, можно будет просвечивать машины, которые будут проезжать на первую-вторую линию, ну, по крайней мере, которые будут это делать по дороге, и также поджимающихся ББМ, КЛТшек и истребителей танков, которые захотят занять позицию в квадрате Ф4 и стрелять по восьмой линии. Также это можно сделать с позиции, которая находится немножко левее, также все в центре, с нее вы можете просвечивать и всю дорогу, и как раз место, которое я вам уже до этого показывал для ББМок. Далее все так же, смотря как будет развиваться событие, вам нужно будет либо помогать обороняться на каком-то фланге, либо атаковать. В случае, если ваши танки на первой-второй линии начинают уже продавливать и переезжать холмик, то отличным будет вариантом сделать так же, как я показывал на ОБТ, и проскочив по первой линии за дальние холмы, развернуть все танки противника и заодно высветить дальние позиции ИТ. Также вы сможете через центр поддерживать ваших союзников, если они будут продавливать по восьмой линии, то вы становитесь в квадрат, который я показывал первым, и оттуда можете, если у вас есть птуры, постреливать по отступающим танкам с восьмой линии. Также можно будет, если наши танки уже там продавили, на восьмой линии никого не осталось, то очень важно будет поддержать ваших союзников на том направлении и высвечивать уже дальние позиции ИТ, которые будут их обстреливать издалека. Это можно сделать также через центр. Либо же через тот же центр можно будет поддержать машины, которые продавливают по первой и второй линии. Но делать это нужно очень аккуратно. Если же ни на том фланге, ни на том фланге ваши союзники не смогли, то тогда вам ничего другого не остается, как оставаться на центре и контролировать хотя бы центр, чтобы через центр не залетела какая-нибудь ББМ или истребителей танков. Просто тогда уже у вас вариантов вообще не останется, если еще и проедут через центр. Теперь рассмотрим передвижение легких и истребителей танков с нижнего респа. Геймплей на них довольно похожий, поэтому кататься будет по одним и тем же позициям. В начале боя очень схожие передвижения с ББМками и очень иногда в некоторых позициях очень зависимы от ББМ. Если вас близко респануло к квадрату Е2, то у вас есть отличная возможность быстро долететь до этого холмика и дать быстрый шот проезжающим ОБТ. Следующий вариант, куда можно поехать, это в квадрате F4, но при условии, если туда приехала ваша ББМ союзная и просвечивает восьмую линию. Если же ее там не будет, то вашего обзора не хватит для того, чтобы просвечивать восьмую линию и скорее всего вы там простоите впустую. И последняя позиция, которую можно занять в начале боя находится в квадрате F7, все та же точка, куда обычно приезжают и ББМки. Точно так же вы можете приехать сюда и уже пользуясь даже своим засветом высветить ближайшие танки, ну или которые танки, которые поджались к центру. Теперь рассмотрим дальнейшее развитие событий, когда наши атакуют по какому-то флангу. В частности, если ваши танки по восьмой линии начинают продвигаться, то отличным вариантом будет, прощупав изначально центр, ворваться вот таким образом и зайти в тыл оставшимся противникам, которые подзадержались на восьмой линии и помочь в дальнейшем продвижении. Либо как вариант оставаться за спинами ОБТ на восьмой линии и сзади их прикрывать. Если же ваши союзники продавливают первую и вторую линию, то отличным вариантом будет поддержать их, прорвавшись по нулевой линии по воде. Теперь рассмотрим вариант, когда у вас либо один какой-то фланг, либо оба фланга облажались и через них вас начинают давить. Тогда отличные позиции для того, чтобы контролировать выезды из того фланга и из другого фланга будет квадрат Ай-4. С него видно как выезд и с восьмой линии, так и выезды с первой и второй линии. Еще один вариант для обороны первой и второй линии на Аш-1Ай-1. Каменная гряда, про которую я уже говорил. С нее также отлично простреливаются оба выезда и вы всегда сможете помочь своим союзникам. В целом назначение легких танков, как и в общем-то истребителей танков, это быстро передвигаться и находиться в нужном месте в нужное время. А для этого, естественно, нужно очень хорошо отслеживать мини-карту. Поэтому, если вы не следите за мини-картой, то, скорее всего, вы просто не будете успевать за развитием событий. Что касается игры через центр, то есть через базу противника, то здесь надо быть очень аккуратным, особенно на ранних стадиях. Потому что, если вы туда заедете на ранней стадии боя, то, скорее всего, вы оттуда уже не уедете, наткнувшись на какой-нибудь одинокий бродящий ОБТ. Поэтому, начиная с начала боя и до середины, лучше стоит аккуратно от центра, от дистанции высвечивать, постреливать. Ну, а если уже будет к тому, что какой-то из флангов наши прорвали и противников осталось мало, тогда уже можно и врываться. Теперь посмотрим, как играть с верхнего респа на ЛТ и ИТ. В начале боя отличным вариантом будет, опять же, если поехала в этот квадрат ББМ светить, то, не поднимаясь особо высоко, а вот с этой позиции можно будет постреливать по танкам, которые поднимаются на восьмую линию. Также вы сможете отконтролировать подъезды на точки, которые любят занимать ББМ. То есть, в квадрате Ф4 и Ф7. Ну и, собственно, саппортить своей ББМке, если вдруг на нее будет кто-то пытаться налететь. Ну а если вы видите, что здесь слишком много танков собралось, и ББМов много со всех сторон, и легкие истребители и танков здесь много, а вы здесь один в центре, то, естественно, лучше сразу отсюда уезжать, занимать более дальние позиции, которые есть у вас на базе. Далее, когда уже будет видно, как ваши союзники разъехались, вы можете помочь на одном из флангов. Скажем, если на восьмую линию ваши союзники забили и поехало мало машин, то вы можете занять вот эту позицию. Здесь куча различных укрытий, камней, кустов, с которых вы можете издалека безопасно отстреливать противников, которые будут к вам поджиматься. Соответственно, если ваших союзников здесь много, и они уже проехали далеко и поджались, то, скорее всего, вы здесь будете бесполезны. Если же вы уже не успели на восьмую линию, и к вам уже близко там поджались, то с базы, с квадрата А5, вы сможете вот с этого проезда постреливать тех, кто будет уже спускаться. На противоположном фланге также есть несколько мест, в которых вы сможете помогать союзникам. Например, вот прямо отсюда, из выезда с базы, либо же занимая какие-то более высокие дальние позиции в кустах, за деревьями. В общем-то, с одной стороны, здесь довольно хороший прострел по первой и второй линии, но с другой стороны, вы должны четко понимать, что если ваших союзников много поджалось под эту горку, то, скорее всего, противник будет максимум, что показывать, это башню непробиваемую, либо же вообще закатится, и ваши союзники будут их продавливать, ну а вам, собственно, не в кого будет стрелять. Теперь рассмотрим варианты, когда ваши союзники продавливают какой-то из флангов. Например, если на первой и второй линии ваши союзники давят, то отличным вариантом будет проскочить вот по первой линии, вот за вот эти вот цистерны. Но надо учитывать то, что для начала нужно, чтобы ваши ОБТ хотя бы у подножья расчистили ближайшие ОБТ, иначе вы туда выскочите и получите слишком много урона. Второй вариант, это если вы убедились, что в центре поблизости никого нету, сделать вот такой дерзкий врыв. Но его нужно делать очень вовремя, то есть именно тогда, когда союзники начинают переваливаться уже через холм на второй линии. Этим самым вы сможете либо развернуть противников под ваших союзников, либо, собственно, если они будут увлечены перестрелкой с ними, то просто-напросто по карамам и бортам пострелять. Но, естественно, нужно здесь быть очень аккуратным. В принципе, единственное, откуда вас смогут достать в этом месте, это вот с каменной гряды, которая впереди вас. Теперь вариант, если ваши союзники давят восьмую линию, то отличной им позицией будет все тот же квадрат, который находится в Е4, с которого вы в начале боя стреляли. С этой же позиции вы сможете отстреливать противников, которые будут отступать от наступающих по восьмой линии союзников. Ну и последнее, о ком я не упомянул, это артиллерия. Но, я думаю, вы в курсе, то, что я на артиллерии не играю, поэтому каких-то имбо позиций я вам не расскажу. Ну а, собственно, где вовремя дать дым или под свет, я думаю, вы и так уже, посмотрев этот гайд, можете и сами догадаться. Для вас старался Чавес, я надеюсь, вам понравился этот гайд. Если это так, то поставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok